Индия представляет собой огромный полуостров, почти материк. Он отделен от всего окружающего мира Индийским океаном и величайшим в мире горным хребтом Гималайами. Только немногие горные проходы, ущелья и долины соединяют эту страну с соседними государствами и народами. Центральную часть Индии занимает плоскогорье Декан. Оно является родиной древних цивилизаций. Здесь возвышаются холмы, здесь раскинулись степи, саванны. По земле Индии текут две великие реки – Ганг и Инд. Своё название страна получила от названия реки Инд. Воды Ганга жители Индии и сейчас считают священными. Климат полуострова очень жаркий и влажный, поэтому большая часть территории страны покрыта непроходимыми лесами – джунглями. Там водится множество зверей и птиц. Здесь живут огромные слоны, страшные тигры и пантеры, ловкие обезьяны, ядовитые змеи. Люди населяли Индию с древнейших времен. Археологи находят здесь поселения, относящиеся к каменному веку. На огромной территории Индии уже тогда жили многочисленные и разнообразные племена. Каждая из них имела свой язык и культуру. Часто племена воевали, иногда заключали мирные договоры и даже объединялись. Так образовывались новые народности. Племена состояли из сельских соседских общин, в которые объединялось несколько больших семей, входящих в один род. Главой семьи являлся самый старший мужчина – патриарх. Во главе общины стоял выбранный всеми патриархами староста – грамани. В Древней Индии существовало семейное рабство. Это означало, что жена и дети являлись рабами главы семьи. Поэтому отец мог продать в рабство своего сына или дочь. Древнейшие жители Индии были темнокожими, невысокого роста, с черными жесткими волосами. До сегодняшнего дня на юге Индии живут их потомки – дравиды. Основным занятием древних индийцев было оседлое земледелие. Обычно люди строили свои деревни вдоль рек, потому что речные берега были покрыты плодородной землей. Здесь индийцы распахивали поля, выращивали пшеницу, ячмень, овощи. Там, где было много воды, разводили рис. Из сахарного тростника, растущего по болотистым берегам рек, получали сладкий порошок – сахар. Это был самый древний сахар в мире. Люди научились также выращивать хлопчатник. Из него выделывали пряжу, а затем ткали легкие, удобные в жарком климате ткани. В северных районах страны, где выпадает мало дождей, индийцы еще в древности строили оросительные системы, похожие на египетские. С тех давних времен, когда люди занимались собирательством, древние индийцы знали разные растения и цветы, которые можно было употреблять в пищу и из которых можно было получать различные пряности и благовония. Богатая и щедрая природа Индии давала людям такие растения, каких не было больше нигде. Индийцы научились их возделывать и использовать. Много позже пряности и благовония стали тем товаром, за которым в Индию устремлялись торговцы из разных стран. С течением времени удобных мест для поселений вдоль рек перестало хватать. И тогда индийцы стали строить деревни на краю джунглей. Так они отвоевывали землю у непроходимого леса. Но иногда деревни строились на краю джунглей. Животные, обитавшие в джунглях, оказывались соседями людей. И с ними приходилось вести постоянную борьбу или приручать. Особенно люди боялись змей, которые заползали в их жилище. Чтобы умилостивить их, они даже оставляли еду, комочки риса, молоко. А некоторых змей индийцы обожествляли, считая их богами подземного мира. Еще жителям Индии удалось приручить слонов. Слоны перевозили тяжести, таскали бревна. Специально обученные животные участвовали в сражениях. На их спинах находились воины, которые поражали врагов стрелами. Боевые слоны затаптывали противников. Индейцы почитали слонов, как животных, наделенных божественной силой. Они даже изображали бога мудрости Ганешу с головой слона. С помощью бойволов индейцы вспахивали свои поля. Корову, которая давала им молоко, индейцы называли кормилицей, матерью. Ее почитали как священное животное. Убить корову считалось большим грехом. Начало цивилизации в Индии относит к третьему тысячелетию до н.э., когда в долине Инда возникли великие города с высокой культурой и благоустройством – Мохенджо-Даро и Хараппа. В начале XX века английские археологи обнаружили развалины этих городов. Особенно их поразил Мохенджо-Даро. Вероятно, город строился на протяжении нескольких столетий. Его размеры достигали 250 гектаров. Здесь были обнаружены прямые улицы с домами, построенными из обожженного кирпича. Стены некоторых зданий возвышались на 7,5 метров. Скорее всего, горожане жили в двух- и трехэтажных домах. В домах не было украшений и окон, выходящих на улицу. Но зато, кроме жилых помещений, была комната для омовений, куда подавалась вода из специального колодца. Улицы располагались с севера на юг и с востока на запад. Ширина каждой из них достигала 10 метров. Вероятно, древние жители этого города пользовались повозками на колесах. В центре Мохенджо-Даро возвышалось здание с огромным бассейном. Назначение этого строения точно неизвестно, но ученые предположили, что это здание представляло собой древний храм, посвященный Богу воды. Неподалеку от храма размещались большие ремесленные мастерские, рынок и зернохранилища. Центральная часть города была обнесена крепостной стеной. За ней жители Мохенджо-Даро прятались во время войн. Древние индейцы были искусными мастерами. Они изготовляли на гончарных кругах глиняные сосуды и покрывали их красивыми узорами. Индийцы умели делать обожженный кирпич, и из него жители Индии строили свои жилища. Индийцы были превосходными ткачами. Они широко использовали медь и бронзу, делая из них ножи, лемехи для плугов, булавы, гири, бусы, печати. Так же, как и в древнем Иране, на печати индийцы наносили надписи, которые по внешнему виду напоминают письменности египтян и шумеров. Индийцы были превосходными кораблестроителями и путешественниками. Их торговые караваны, вероятно, достигали городов Месопотамии и Египта. В середине II тыс. до н.э. Северная Индия и города Мохенджо-Даро и Хараппа были завоеваны кочевыми племенами скотоводов, которые спустились с северных гор. Обычно эти племена ученые называют арийскими. Слово «ария» на древнеиндийском языке санскрите означает «из хорошей семьи», «благородный», «аристократ». Индийцы называли так завоевателей потому, что те обратили население древней Индии в рабов или согнали с обжитых мест.